Сегодня я вам все расскажу и покажу, где фигура превращается в космос. Кайф в том, что у нас в студии в сутки проходит 24 тренировки. Сейчас этот бизнес, он уже приносит прибыль или окупается хотя бы или нет? В мире уже существует 15 студий и еще открывается студия в Дубае. Какие каналы маркетинговые для привлечения клиентов в новую студию вы использовали? Мы сегодня на яхте, почти что в Каннах. Сколько сюда инвестировали денег? Они все приходят сюда за красивыми попами. Зарабатывать можно? Зарабатывать можно, поверьте мне. В общем, качалка больше не в моде, теперь все гламурненько. Привет! Ну что, ребята, стало бы вроде как лето и нужно отдыхать. Но столько дел, что пока что не до отдыха. И не только у меня, в нашем клубе женском Леди Босс все девочки работают. Поэтому мы решили сделать что-то приятное и отправились на классных яхтах, на двух, на такие себе речные прогулки. И в этом выпуске вы увидите, как отдыхали наши девушки. Но это далеко не все, потому что уже давным-давно я думала о том, что пора бы мне совместить свои занятия стрейчингом с фитнесом. Потому что уже с нового года я перестала посещать зал. Все время нехватка времени. Думаешь, надо между чем-то выбирать. В общем, надоело выбирать. И я начала присматривать себе студию. Я нашла очень крутую студию. Чисто, с одной стороны, случайно. С другой стороны, я увидела, что уже многие подруги мои ее посещают. И я отправилась туда посмотреть, как это все происходит. И была шокирована, потому что это оказалось мега круто. Моя подружка Анита, которая знает всех и нетворкется, мне кажется, со всем миром, познакомила меня с владельцем этой студии. И вот, когда мы с ним сели, я, естественно, начала задавать вопросы, сколько стоило открыть эту студию, потому что это франчайзинг. Оказалось, что он вложил в этот бизнес, в студии стрейчинга, порядка 270 тысяч долларов. И, конечно же, я не могла ни напроситься и ни снять об этом выпуск. Во-первых, чтобы показать вам, что такое крутой продукт. Во-вторых, чтобы поковырять его с финансовой точки зрения, с точки зрения упаковки. И, в-третьих, чтобы вы увидели, как круто могут люди работать в таком направлении, который связан с некой болью, с неким таким переломом себя. Но я теперь бегаю туда регулярно. Поэтому сегодня вы узнаете о том, что такое студия топ-стрейчинга, как это работает, сколько денег туда инвестируют и что такое вау-серк. Смотрите до конца. Что ты ходишь за мной все время? Уже в зал нельзя сходить. Ну ладно, вы знаете, только ленивый меня за последнее время не спросил, почему я поменяла зал, что случилось. Сегодня я вам все расскажу и покажу новое место, где фигура превращается в космос. Смотрите продолжение в следующей серии. А вот и Дашу. Привет! О, вот на носочках она стоит. Такая красивая. Даша, Даша. Так, ну знакомьтесь, это Даша. Даша все знает здесь. И Даша, ты всех выгнала сегодня? Просто ты сегодня очень удачно пришла. У нас как раз есть свободное время в студии, чтобы мы показали все наше прекрасное царство, где мы делаем прекрасных лебедей, создаем женственность. Какие красивые слова. На самом деле это место, откуда вы выходите все потные, по крайней мере из зала, уставшие и страшно счастливые. Но зато довольны собой. Это правда. Так, ну давай проведем экскурсию. Я предлагаю всем показать все. Вот эта зона, кстати, она такая зона Инстаграм. Тебе не кажется? Конечно, у нас сейчас студия создана для того, чтобы делать фотографии для Инстаграм. Это идеальное пространство для девочек, особенно которые любят вести свой блог. Всем нам очень нужно похвастаться своими результатами. В общем, качалка больше не в моде. Теперь все гламурненько. Везде зеркала, везде можно дуть губки и выдавать ключики. А мне, кстати, нужно попасть будет в раздевалку. Конечно, это наша зона ресепсона, где обитают наши феи-администраторы, которые всегда помогут вам разобраться с тем, на какой класс пойти. И, в принципе, могут провести экскурсию в зале. Тут, кстати, пока что она будет давать мне все. Красиво так рассказывает нам. Мы посмотрим. Абонементы. Есть лимитные, безлимитные персональные занятия и дополнительные услуги. Вот. Есть даже на 365 дней. Посмотри, круто. Безлимитные. Можно, короче, приходить и заниматься сколько угодно. Я хочу сразу же сказать, как ты думаешь, в чем кайф для девочки этой студии прежде всего? Для деловой девочки. Для деловой девочки кайф в том, что у нас в студии в сутки проходят 24 тренировки. Занятия даются с 8 утра до 10 вечера. Каждый час у нас в студии присутствует одно, два, три направления, в зависимости от загруженности, от времени суток. Но в целом 23 тренировки за 12 часов. Это очень круто. Иди сюда. Вот смотри. За 14. Для меня это вообще, как для человека, который занимается бизнесом, покажу заодно свой разбитый телефон, это очень круто. Потому что, если я вдруг не успеваю, я нажимаю расписание, даты, вот, например, завтра будет среда, и я вижу, какие тренировки в 8 утра. Заметьте, идут три тренировки параллельно. В 9 утра, в 10, в 11. То есть это мега круто. Я, например, завтра собираюсь пойти в 10 часов к Руслану. О, боже. Я не могла встать. Я нажимаю на кнопочку записаться. Я только что записала, и вы записаны. Ну, вот, кстати, приложение, это тоже одна из самых удобных функций, которые у нас присутствуют в студии. То есть вам не нужно звонить, вы просто берете свой смартфон, открываете приложение, смотрите, какой тренер вам, ваш любимый тренер, когда он работает. Расписание обновляется молниеносно. Как только администраторы вносят изменения в расписание у себя на компьютере, оно сразу же отображается в приложении. То есть каждый человек, каждый клиент может увидеть, кто в какое время ведет тренировку и приходить в любое время удобно к своему любимому тренеру, посмотреть расписание наперед, записаться. Это все можно сделать в один клик. И даже отписаться, что тоже можно, тоже отменить свою тренировку. То есть это идеально для интровертов, можно ни с кем не разговаривать. Это наш бар. Здесь можно попить водички, подкрепиться после тренировки, либо выпить смузи, когда у вас есть пауза. Можно попросить наших фей-администраторов сделать вам кофе. Они всегда с радостью готовы будут вам помочь, чтобы скрасить ваши ожидания. А за отдельную оплату даже водку могут принести? Ну, это знаете, как лицемерие утром зож, вечером кутеж, но нет, у нас здесь здоровое пространство. Так, Даша, давай теперь с тобой поговорим о бизнесе. Давай. Топстрейчинг – это франшиза. Да, Топстрейчинг – это франшиза, это наш флагманский филиал. В мире уже существует 15 студий, то есть 10 в Москве, в Питере, в Ростове, в Екатеринбурге, вот эта студия в Киеве, и еще открывается студия в Дубае. Угу. Ты не владелец киевской студии? Нет, я старший тренер студии. Владелец клуба данного не хочет светиться, не хочет этим вопросом заниматься, наверное, потому что он не девушка. Мне кажется, что вот эта тема все-таки более женская. Ты согласна? В целом, да. Но с точки зрения бизнеса это тоже может быть интересно парням, почему бы и нет. Если есть правильное понимание ведения бизнеса, то парень тоже может вполне успешно им управлять. Но в то же время ты цифрами заведуешь, потому что мы говорили о том, что будет интересно, сколько стоила эта студия. Потому что мы, понятно, видим все очень красиво, но мы находимся в бизнес-центре, одном из самых классных и крутых в нашем городе. У нас здесь сколько квадратов? А здесь 400 квадратов. 400 квадратов. Все очень прилично нафаршировано и круто сделано. Сколько сюда инвестировали денег? Инвестировано около 270 тысяч долларов. Большую львиную долю заняла затраты на то, что локация у нас центральная, дорогостоящая, но это того стоит. То есть вы здесь находитесь в аренде, правильно? Сейчас этот бизнес, он уже приносит прибыль? Или окупается хотя бы, или нет? Точные цифры я назвать не могу, но могу сказать, что мы уже работаем в плюс. То есть мы уже пришли к той точке, когда этот бизнес начинает работать на полную. Это круто. Скажи мне по поводу тренерского состава. Это всегда болезнь всех людей, всех предпринимателей собрать команду. Вы команда красивых девушек. Есть уже достаточно сегодня много конкурентных студий, куда собирают красивых танцовщиков, гимнасток. Ты у нас чирлидингом занимаешься. Насколько классный ваш коллектив? Как он собирался? И по-честному были ли, пусть не сейчас, но в начале люди, которые портили кашу и с которыми было сложно? Конечно, как в любом бизнесе, в начале очень сложно подобрать кадры. То есть кадровый вопрос это самый главный и самый трудный, потому что именно на этих людях держится студия, держится ее имидж. Мы обязательно берем людей на испытательный срок, потому что иногда бывают ситуации, когда у человека огромный послужной список, куча сертификатов, дипломов и так далее, но нет самого главного, нет харизмы. Люди приходят на людей, то есть если мы, например, в эту прекрасную студию, красивую, наберем сотрудников, которые не цепляют, то, соответственно, и люди ходить не будут. Тренерский состав время от времени он обновляется, мы постоянно находимся в каком-то вот поиске. Скажи, пожалуйста, многие девочки, с которыми я общалась в разных студиях, в которых я занималась, жаловались на то, что очень мало платят и практически тяжело выживать. Как ты, я понимаю, что ты не будешь нам сейчас говорить, о, да, нам тут так мало платят или еще что-то, но вообще, возможно, наверняка вы общаетесь и тоже кто-то с кем-то сравнивает. Мне ваш руководитель говорил о том, что у вас очень хорошие условия по сравнению с другими студиями для мотивации на заработок, что здесь можно, короче, нормально зарабатывать. Это правда? Да. На самом деле, если есть желание работать, самое главное, просто большинство из нас хочет работать час в день и как бы на этом останавливаться. А лучше вообще не работать, Лучше вообще не работать, конечно, все эти, хотя бы я тоже так хочу, но мир так не работает. То есть для того, чтобы получить, нужно в это вложить. у нас график у тренеров постсменный, то есть тренер выходит не как в обычных студиях, например, там на час, на два. То есть у нас тренер работает как минимум 4 часа в день в свою смену, кто-то работает больше, там у каждого уже выстраивается индивидуальный график. Зарабатывать можно? Зарабатывать можно, поверьте мне. То есть помимо групповых тренировок еще есть персональные. Получается, это как замкнутый круг. Чем больше вы берете групповых тренировок, тем больше люди вас знают, тем больше люди к вам привыкают, и тем больше у вас появляется персональных тренировок, соответственно, выше ваш заработок. Это наш... Самый... Ой, здравствуйте. Тут внезапно оказались люди, мы не рассчитывали на это, но ничего, можете продолжать заниматься. Это зал школы шпагата. Здесь происходят у нас тренировки по стрейчингу и также класс под названием здоровая спина. Я, кстати, не была на классе по здоровая спина. Расскажи, а что это за класс? Здоровая спина это специальное направление, которое мы разработали для людей, которые хотят улучшить свою гибкость, поддерживать свою спину в хорошем состоянии. Обязательно это для тех, кто работает в офисе, у кого сидящий образ жизни. То есть суть тренировки состоит в том, что мы проводим тренировку по стрейчингу и делаем максимальный упор на развитие гибкости спины, прокачку, работаем над осанкой и максимально уделяем именно верхней части тела свое внимание. Вот надо дойти. Очень пользуется популярностью среди офисных работников у нас в студии. Мы пытаемся сюда привлечь максимальное количество парней, потому что здесь очень много IT-компаний. Как обычно, спина – это наше самое больное место. Всем ясна ваша хитрость. Здесь много красивых женщин, а в IT-компаниях хорошо зарабатывают. Да, я знаю. Я все это знаю. Коварный план. Коварный. Так. Это один из самых светлых, самых просторных наших залов. Здесь есть зеркала. Каждый может, когда тренируется, любоваться собой, любоваться своим прогрессом в первую очередь, потому что всем хочется получить результат максимально быстро. Мы стараемся сделать наши программы такими, чтобы человек уже после первых тренировок начинал себя чувствовать лучше. В первую очередь вы почувствуете, как легче становится ваше тело. Насколько даже после каких-то других видов тренировок у вас пропадает боль в мышцах. Ваше тело становится более подвижным, мягким. Уграничивается объем движений в суставах. Все, что связано с растяжкой, очень круто именно после силовых тренировок. Для меня это было открытием, когда прямо убитое тело такое из другого зала мое выходит после TRX, а падаешь сюда на релакс. И очень классно, потому что действительно мышцы восстанавливаются гораздо лучше, они растягиваются, это очень круто. Всем привет! Мы сегодня на яхте, почти что в Каннах, но нет, не в Каннах, это наш любимый Киев, и мы сегодня с девочками из Леди Босс. У нас катание на целых двух яхтах, ну вы, собственно, это увидите. Но что я вам могу сказать? Классное окружение, классные девочки рядом, это всегда очень здорово. Это возможность вырваться из будней, возможность вырваться даже от любимой. Работаем, почти что, не упасть, и провести классное время. Обязательно находите время для того, чтобы проводить их со своими друзьями, обязательно находите время для того, чтобы... У нас, кстати, только что похитили девочку, прямо мужчины, знаете, как акулы подплыли. Обязательно находите время для того, чтобы отдыхать, для того, чтобы наслаждаться, для того, чтобы, ну, просто, знаете, кайфовать. Какое-то время важно выдергивать. Мы все очень деловые, все очень заняты, у всех масса, куча всяких своих проблем и задач. Но иногда так классно просто вырваться в своем же любимом городе в какое-то замечательное место. и самое главное в отличной компании. Вот наша Оксана по вашей ручке. Ну, все по-настоящему. В общем, присоединяйтесь с нашей леди-босс, потому что у нас очень круто. Все, я пошла пить шампанское. У-ху! Меня зовут Татьяна Власова. Я собственница магазина женской одежды Власна Мода и одеваю наших прекрасных леди-босс. Штолл-клубе это самое крутое женское движение, где состоят одни девушки-предприниматели, которые умеют и знают, как делать деньги. Всем привет! Меня зовут Елена. Я владельца компании, которая занимается оформлением ивент-мероприятий. Знаете, леди-босс это женская энергия. Это та сила, которая, наверное, движет миром, как не банально это звучит. И это безумный позитив, это классные контакты, это горящие глаза и это красота. Красота спасет мир, мы все это знаем. меня зовут Галина. Я руководитель типографии Sky Solutions. Кто твои клиенты? Ты можешь их назвать? Это Наша Ряба, Ощадбанк, это из самых крупных, да? Почему ты в группе? Почему я в группе? Ну, потому что, наверное, здесь я нашла своих единомышленников, все девчонки позитивные, открытые, всегда тебе посоветуют что-то. Мне очень нравится, спасибо тебе. Спасибо. Меня зовут Ирина, у меня молодой бизнес, я дизайнер одежды. Почему в Lady Boss? Потому что здесь очень классная атмосфера, очень много потрясающих девчонок, у которых можно как научиться опыту, узнать много советов интересных. Они тебя всегда поддерживают, ты нашел своих круп как бы единомышленников, которые тебя вдохновляют и помогают тебе, если тебе это необходимо. Это очень классно. Всем привет, меня зовут Полина Крылова, я в клубе Lady Boss уже почти год, в августе будет ровно год. еще год назад у меня был салон маникюра, который приносил мне очень хлопот много и не очень много радости, и Lady Boss научил меня рисковать и прощаться с тем делом, которое не приносит того кайфа, на который ты ожидаешь, и нашла очень много единомышленниц. давайте прогуляемся по нашим залам, расскажем про основные направления, которые представлены у нас в студии и следующий зал это у нас зал аэростретчинга, Аэро-стретчинг это авторская методика, разработанная специально для клиентов нашей студии, тренерами нашей сети. Это занятия на эластичных гамаках, которые объединяют в себе элементы гимнастики, стретчинга, флай-йоги, антигравити. Это очень классное занятие для тех, кто хочет полностью проработать свое тело, растянуть его. Давайте скажем правду. Правда в чем заключается? В том, что очень красивые фоточки для инстаграма. Это любимый зал всех девочек. Они, когда приходят сюда, первые фотографии, которые они делают, это первая в женской раздевалке, потому что они только пришли, самые первые переоделись. Обязательно нужно сфотографироваться возле зеркала. И, конечно же, когда все попадают в зал аэро-стретчинга, никто не может удержаться, чтобы не сделать фотографии. Я еще ни разу не была. Сегодня будет прекрасная возможность попробовать повеситься здесь. Да. Хорошо. Я хочу панораму, чтобы вы увидели. Это, кстати, очень крутой момент, который, мне кажется, является сильным конкурентным преимуществом. Правда? Когда мы находимся в центре, ребят, самый центр нашего города. Мы находимся на втором этаже. И когда здесь, особенно, ты висишь в гамаке, у тебя тут полный релакс, расслабляешься, отдыхаешь. Просто поворачиваешь голову, смотришь за окно, а там происходит какая-то суета. Все куда-то бегут. И ты ощущаешь такое вот просто умиротворение внутри себя. Насколько комфортно здесь можно уединиться от всей этой городской суеты. И просто кайфануть. Согласна с тобой. Просто получить огромное удовольствие. И вечером здесь прекрасный вид тоже, когда зажигаются огни, люди стоят в пробке, кто-то куда-то едет, кто-то спешит. В общем, тебе нравится чувствовать свое превосходство над миром. Ну, и плюс люди, которые стоят в пробке, вот там на суетопоре, они имеют возможность, особенно вечером, наблюдать, что здесь происходит в зале. И тоже очень достаточное количество клиентов просто приходят, говорят, а мы тут у вас видели, что-то тут происходило. Я, кстати, одна из таких людей, потому что я тоже вас заметила, стою в пробке. Вот. Поэтому. Да, это работает. Плюсик. Плюсик. Следующий наш зал, это у нас зона ТРХ функционального тренинга. Мы пошли немножко дальше и решили разнообразить наши тренировки, добавив еще бокс и тайский бокс. Это просто космос, если честно. У нас есть прекрасные розовые перчатки, официально для девочек. И вы себе не представляете количество фотографий в Инстаграм вместе с этими перчаточками. Еще у нас одно из направлений, которое у нас широко представлено, это ТРХ. Обязательно работа с петлями, с собственным весом. Также есть направление, самое любимое направление девушек, это лоу-бади, когда уделяется максимальное внимание мышцам негодиц. Все приходят сюда за красивыми попами. Ну а мальчики, конечно же, любят, когда тренировка на верхнюю часть тела, потому что там прорабатывается максимум пресс, руки, спина. Но также есть еще направление у нас как functional, то есть мы задействуем не только петли ТРХ. Тренеры прорабатывают программу максимально интересной, чтобы она была разнообразной. Мы используем гантели, гири, мечи, утяжелители, тумбы для запрыгивания. И тут уже резинки обязательно, без них же никуда. И здесь можно максимально разнообразить тренировку, чтобы она была интересной. Потому что, ну давайте, не секрет, что всем надоедает. То есть, когда человек занимается одним и тем же постоянно, оно немножко приедается. Здесь, в студии, плюс в том, что вы, покупая абонемент, можете посещать любые занятия, в любое время, когда вам удобно. И искать что-то интересное, что подойдет именно вам. Да, я хочу от себя сказать, что для меня я вообще не любитель групповых занятий. Вообще, я всегда занималась индивидуально. И когда я пришла сюда, я пришла так, знаешь, ну как бы с дискомфортом. С дискомфортом, да. Я думаю, ну что это такое? Во-первых, я упахалась за один час. Я не помню вообще таких тренировок в зале, чтобы вот с тренером я настолько убивалась. Мне кажется, мы убили с Русланом все группы мышц. Я не могла не встать уже, не сесть. То есть, мне уже казалось, все, меня можно только выносить. И это такой кайф. Я вот стала сейчас приходить, я поняла, что я начала маньячить. И это очень круто. И круто то, что ты понимаешь, что это и кардио одновременно, потому что все в бешеном темпе. Ты круто все сжигаешь, ты кайфуешь, тело становится сильным. И все-таки наличие других людей, вот этот соревновательный эффект. Есть, конечно. Когда она еще продолжает приседать, а ты уже хочешь послать, но другая же это делает, и, соответственно, ты не можешь сдаться. Это очень круто. Какие каналы маркетинговые для привлечения клиентов в новую студию вы использовали? Потому что новенькие все равно вы вышли на рынке, уже опять-таки были какие-то плюс-минус компании с похожими услугами. Как вы привлекали себе аудиторию? Ну, в первую очередь, наш основной канал маркетинга – это Инстаграм. Мы развиваем, даем максимально качественно интересный контент. Людям интересно быть на нас подписанными, следить за нашими новостями. То есть вы настраиваете платную рекламу, таргетируетесь. Да, таргетинг. Ну и самое главное – это качество услуга. Ну, скажем так, благодаря сарафанному радио все приводят подружек, приходят. Сколько блогеров вы присоединили вообще, знаешь или нет? Количество – не скажу, но у нас очень много блогеров занимаются. И занимаются просто потому, что им нравится. Момент привлечения блогеров для того, чтобы они занимались, тренировались, и взамен на ваши тренировки они рекомендовали вас и писали о вас отзывы. Я вижу, что часть девочек занимается этим достаточно усердно. Я, например, сама с удовольствием это делаю, потому что, ну, во-первых, мне реально нравится. Очень сложно писать или ходить на тренировки, которые тебе не нравятся, да? Конечно. Сколько бы ни заплатили, все равно искренне не получится. Самое главное, ну, что ценится – это искренность. То есть эмоции в первую очередь должны быть искренними. И реклама блогеров, их текст, то, что они выкладывают, тоже должно быть искренней. Балкон. Ну, конечно же. Это любовь в балкон, если честно, скажу вам. Это вообще страшное везение. И тут даже тренируются, правда? Да. Я видел только в Инстаграм пока. Можно приятно полежать на травушке нашей. Да, очень классно. Использовать перила в качестве станка. Очень забавно, особенно, наблюдать, когда тут кто-то стоит, поставил ногу, наклоняются. А тут люди стоят, курят, которые вышли из торгового центра и так вот и наблюдают за этим, за всем. А ну, давай сделаем мастер-класс. Как будто бы кто-то наблюдает. Еще очень интересно понаблюдать на реакцию людей, которые вот здесь выше работают. Если вы присмотритесь, то вот прямо над нашим балконом есть чей-то стол. Вот видите, вазоны. Да, да, да. И очень часто можно наблюдать, как кто-то сидит просто за своим столом и так с чашечкой кофе. А тут что-то происходит постоянно. Помимо тренировок здесь можно просто взять салатик, кофе, выйти сюда, подышать воздухом. Просто насладиться легким ветром. Класс. Очень классно. И, конечно же, наши раздевалки. У нас здесь одна раздевалка женская, вот мужская. Можем показать, у нас тут все ясно. Мужская раздевалка в два раза меньше, чем женская. Естественно. Вообще, зачем им ее дали? Я вот уже не знаю. У них даже два душа есть. Зачем? Зачем, да. Мне тоже кажется. И, конечно же, женская раздевалка. Прошу. Для девочек место у нас шикарная фотозона. Girl Boss. Тут прекрасное фото получается в зеркале, если присесть на лавочку. Можно с феном. Да, можно петь. Когда волосы развиваются. Так, душевые. Есть страшный аппарат под названием весы. Весы, да, я не подхожу к нему. Вот эти все вещи, это всегда такие мелочи, но они всегда очень о многом говорят в бизнесе, когда о вас заботятся. Когда у вас есть вкусненькая мыльца, правда? Конечно. Очень приятно, когда есть крем. Ну, простите, женские штучки. Вот это очень классно. Вот для меня, например, это всегда показатель. Там цена вопроса 200 гривен. Но забота о клиенте, она является прекрасным конкурентным преимуществом. Однозначно. Ну, а сейчас мы с девочками из Леди Босс. Конечно же, я не могла не пригласить своих красоток для того, чтобы они сами протестили это место. И сейчас мы с ними вместе будем вот на этих полотнах, я еще ни разу не занималась, заниматься аэрострейчингом. Я попросила Дашу, чтобы она провела нам это занятие. Ну, и посмотрите сейчас, что у нас получилось. Но помните о том, что первый раз все сложно, так что не смейтесь нас. Продолжение следует... Смотрели на красоту, а прямо сейчас я предлагаю вам сделать бизнес-разбор, потому что я всегда люблю разбирать бизнесы. И сегодня я хочу разобрать как раз стрейчинг со своей собственной позиции, ни на что не претендуя. И поскольку владельц Юра отказался встречаться, говорит, не медийный человек, видите, такие люди тоже есть, которых нет в Инстаграм, я все-таки пообщалась с ним и решила сделать свои собственные выводы. Вот сейчас прямо с вами с ними, ими вернее, и поделюсь. И вами, и с ними. Итак, первое, что очень классно в этом бизнесе, это крутая локация. То есть люди не решили сэкономить, а взяли крутое место в крутом бизнес-центре с потрясающей панорамой на центр города. И это круто, потому что когда ты приходишь в маленький подмальчик, и когда ты приходишь в такое место, это разные ощущения. Поэтому если вы претендуете на какое-то классное место, куда будут ходить лучшие люди вашего города, то, соответственно, необходимо с местом не прогадать. Поэтому рекомендую вам на это обратить внимание. Второе, классные тренеры, потрясающие тренеры. Отдельный привет моему тренеру Руслану Катер-Рыки. Потрясающий парень. Девочки, я вам искренне рекомендую. Не хочу никому другому ходить, потому что реально очень классно, очень конкретно выжимает. Чувствуешь себя просто, таких, знаете, полностью отданным этому делу, но безумно счастлив. Хорошие зарплаты. Это то, чем поделился Игорь, что он, в отличие от компаний-конкурентов, а я знакома с некоторыми компаниями, которые представляют услуги стрейчинга, платит гораздо приличнее и больше, что дает возможность хорошему персоналу оставаться. Это еще один момент, когда мы пытаемся сэкономить, дать еще маленькую зарплату и пытаться теряем людей. Приложение. Приложение это крайне удобно, я уже об этом говорила. То есть приложение решает. Не нужно менеджер постоянно отвечать на вопросы, отменять записи, применять записи. Путаться в этих записях, да? Все очень удобно и все круто. Если человек за три часа не отменяет запись, с него просто снимаются деньги с депониментом. Очень классно. Удобство. Для меня момент удобства тоже крайне важен, потому что место находится такое центральное. Если нужно быть в центре, то, в принципе, не нужно ничего искать, можно легко найти. Совмещение всего и сразу. Я отдельно ходила на стрейчинг, отдельно ходила в зал. Здесь очень круто, что я могу совмещать все, мало того, тренировки идут каждый час, соответственно, это классно, когда ваш клиент может прийти в любое время, когда ему удобно, и одним махом решить несколько проблем. Классы идут параллельно, то есть можно заниматься шпагатом сначала, потом TRX, можно наоборот, можно параллельно, как хотите. Это очень круто, и понятия достаточно разные. это идеально для женщины, когда женщина хочет все сразу и не знает толком, куда она сейчас хочет пойти, что ей сегодня важнее. Можно прийти и сразу на тренировки определиться. Вообще, кайф в том, что, конечно, это красивый бизнес. И, как мне кажется, все-таки для такого бизнеса владелица нужна женщина. У нас в Украине франшиза, купленная мужчиной, и когда мы разговаривали с франшизой, он признался мне, что, в принципе, рассматривает варианты продажи франшизы. Не потому, что это невыгодно, а потому, что как мужчина ему нравится эстетическая сторона, но бизнес, ну, как бы, не особо интересен именно вот по мужским каким-то моделям. Мужики любят зарабатывать всегда много. И данный бизнес имеет способность приносить порядка 30 тысяч долларов в месяц. И я считаю, это неплохие деньги, но неплохие деньги, опять-таки, для женщин и мужчинам всегда очень много. Поэтому, если вдруг вы такая девушка, или вдруг вы смотрите, присматриваете бизнес для своей женщины, вы можете написать мне, я сконтактирую вас с владельцем, и, возможно, вы поговорите о том, чтобы выкупить не только франшизу Киева, вернее, конкретно эту студию, но и франшизу на весь Киев, потому что она продается именно так. Ну, вот, собственно, такой мой расклад. Я с огромным удовольствием говорю об этой студии, вообще обожаю снимать видеоролики не о том, что меня попросили, а о том, что мне захотелось. Потому что, когда я познакомилась с владельцем, когда я походила на студию, я сказала, давай я тебе сниму и расскажу. Я хочу, чтобы вы видели пример этого бизнеса. Это не значит, что вам всем нужно переезжать в Киев или идти в эту студию. Хотите, ходите, хотите, не хотите, ваше дело. Но вообще спорт это красиво. Я за то, чтобы вы занимались спортом, я за то, чтобы вы были красивые, стройные, подтянутые, чтобы вы в любой момент прекрасно чувствовали свое тело, чтобы вы отдавали этому силы, энергию. И ваши силы будут гораздо больше. начинается дождь, поэтому мой разгон заканчивается. Я надеюсь, что он вам понравился. И у меня для вас сюрпризы. Я же говорила вам, что я за красоту. Поэтому у любимой топ-стрейчинг я выбрала для вас, вернее, выбрала для вас целых два бонуса. Первое. Мы разыграем один безлимитный абонемент на месяц в Киеве. В студии вы сможете ходить на все занятия, хоть жить там, целый месяц. Для этого вам необходимо написать в комментариях, почему вы хотите в эту студию, и что вам понравилось больше всего, что лично вас в этой студии привлекает. И я выберу одного счастливчика ровно через неделю и подарю этот абонемент. А также для всех, кто нас смотрит, по промокоду Зажигалка до 1 августа вы сможете получить минус 25% на любой абонемент. Для этого вам просто нужно будет прийти в студию или позвонить и сказать, я смотрю Зажигалку, я посмотрел ваше видео с Зажигалкой, и мне нужна структурскидка. И вы ее получите. Вот, собственно, и все, что вам необходимо сделать. И как я уже говорила, давайте этот выпуск посвятим все-таки красоте. Подумайте, если вы живете в любом городе, как вы можете говорить спорта и красоты в свою жизнь. Здоровое тело, красивое тело, это не только привлекательно с точки зрения мужчин или женщин, это еще очень круто, когда ты смотришь на себя и говоришь, мне столько-то лет, и я так офигенно выгляжу. Будьте красивыми, классными, подписывайтесь на наш канал, и уже в следующем выпуске вы увидите нечто офигенное. Так что не пропускайте. Ну, а я пошла на следующую тренировку. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok